Твоему Зиму свет непреступный, Исправи стопы наши к деланию заповеди Твоих, Молитвами причистоя Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Сбранной Боеводи победительная, Яко избавшись от злых, Благодарственная восписуем Тераби Твоей Богородице, Но яко имущая державу непобедимую, От всяких нас безвободи зацепием Ти, Радуйся, невеста неневестная. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне приснули в Ореки и Вековани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благодаря Свою. Христос истинный Бог наш, молитвами причистоя Своей Матери всех святых, Помилуй и ты спаси от нас, как облак и человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Не мир пришел я принести, но меч. Евангелие от Матфея, 10 глава. Как же сам он заповедовал им, апостолам, Входя в каждый дом, приветствовать миром? Почему же равным образом ангелы воспевали Слава Вышли к Богу и на земле мир? Евангел Луки, 2 глава. Почему так же и все пророки благовествовали о том же? Потому что тогда особенно и водворяется мир, Когда зараженная болезнью отсекается, Когда враждебная отделяется. Только таким образом возможно небо соединиться с землею, Ведь и врач тогда спасает прочие части тела, Когда стекает от них неизлечимый член. Рано его начальник восстанавливает спокойствие, Когда разрушает согласие между заговорщиками. Единомыслие не всегда бывает хорошо, И разбойники бывают согласны. Итак, брань была следствием не Христового определения, А делом воли самих людей. Сам Христос хотел, чтобы все были единомышлены, В деле благочестия. Но как люди разделились между собою, То и произошла брань. Впрочем, он не так сказал. А что же говорит? Не мир пришел я принести. Чем самым утешает их? Не думайте, говорит, что вы виноваты в этом. Я это делаю, потому что люди имеют такие расположения. Итак, не смущайтесь, как будто эта брань возникла сверхчаяния. Для того я и пришел, чтобы произвести брань. Такова именно моя воля. Итак, не смущайтесь тем, Что на земле будут брани и злоумышления. Когда худшее будет отсечено, тогда с лучшим соединится небо. Так Христос говорит для того, чтобы укрепить учеников против худого мнения о них в народе. Притом не сказал войну, но гораздо ужаснее, меч. Он хотел приучить слух их к жестоким словам, Чтобы они в трудных обстоятельствах не колебались. Поэтому употребил такой образ речи, Чтобы кто не сказал, что он убеждал их лестью, Скрывая от них трудности. По этой причине даже и то, что можно было бы выразить мягче, Христос представлял более страшным и грозным. И действительно, лучше видеть легкость на самом деле, Нежели на словах. Этот особенно и доказывает силу Христову, Что ученики, слыша такие слова, И сами принимали их, и других убеждали. И хотя не Христос был причиной этого, Но злоба человеческая, тем не менее, говорит, Что сам он делает это. Такой образ выражения свойственен Писанию. Так говорит Христос и здесь, Чтобы ученики, как выше сказал, И предварительно привыкнув к такому образу речи, Не смущались и среди самих поношений и обид. Если же некоторые сочтут это тягостным, То пусть припомнят древнюю историю. И в древние времена было то же самое, Чем и показывается особенно единство Ветхого Завета с Новым. И то, что здесь говорит, тот же, который тогда давал заповеди. Иудеев именно, когда люди, когда слили тельца, И когда приобщились в Велфюбору, Исхода 32 глава и числа 25, Как скоро каждый умертвил ближнего своего, Бог прекратил гнев на них. Итак, где же утверждение, что тот Бог был зол, А этот благ? Вот и этот Бог наполнил вселенную кровью родственников. Впрочем, мы говорим, что и это и есть дело великого милосердия, Потому показывает, что он же сам одобрял и бывшее в Ветхом Завете, Вспоминает и о пророчестве, Которое, хотя не на этот случай сказано, Однако объясняет то же самое. Какое же это пророчество? Враги человеку домашние его. Матфея 10 глава. И у Идеев случилось нечто подобное. И у них были пророки и лжепророки, Бывали также в народе разногласия, И дома разделялись. Одни верили тем, другие другим. Поэтому пророку вещевая говорит, Не верьте другу, Не полагайтесь на приятеля, От лежащих на лоне твоем, Стереги двери уст твоих, Враги человеку домашние его. Пророка Мехея 7 глава. А говорил это для того, Чтобы тех, которые примут учения, Поставить выше всего. Не смерть ведь зло, А худая смерть зло. Потому и сказал, Огонь пришел я не извести на землю. Евангелие в Туке 12 глава. Говоря это, Он показал силу и горячность той любви, Какой требовал. Так как Сам Он много нас возлюбил, То хочет, чтобы мы любили Его столько же. А такие слова и апостолы укрепляли, И возвышали в духе. Аминь. Аминь. Храни всех Господь. Завтра в 8 часов молитвах.